А ты знаешь, здесь тетушки делают прекрасную депиляцию ниткой. То есть для себя? Сходи. Я тут при чем? Доброе утро, друзья. Это Орел, Решка, Рай и Ад. Сегодня мы прилетели в райскую Камбоджу. Ой, друзья мои, это земля обетованная. Молочные реки, кисельные берега, одним словом, парадайз. Только не парадайз, Ольгина, а парадайз. То есть, по-моему, ты перегрелась. Судя по аэропорту, это просто деревня. Это не просто деревня, это райская деревня. Давай просто подкинем и решим. У меня прекрасное настроение. Ну, сейчас решим, у кого будет хорошее настроение, а у кого Решка. Прекрасное настроение. Погодка супер, просто плещет, просто птички поют, эти джунги. Эх, испортила, да? Испортилась, да? Да, испортилась. Немножечко испортилась, знаешь. Ну, ничего, ничего, ты знаешь, что ли что? Ну, сейчас я под затыльничек дам и подниму. Ты же и здесь найдешь свой рай. Да, конечно, найду. У меня есть карта золотая. Я сегодня королева рая. Слышишь, рая? Какая ты королева? О, ты Зина, жена грузина. Камбоджа. Официальное представительство рая на земле. Здесь живут счастливые и приветливые люди. Здесь обычный отдых превращается в увлекательное путешествие. И густые джунгли скрывают в объятиях древние города. Добро пожаловать на родину Маугли. К моему глубочайшему удивлению, в Камбодже богач может арендовать себе на уикенд дорогой, красивый, презентабельный и даже очень эксклюзивный автомобиль. За полтора миллиона можно купить неплохую виллу в Лос-Анджелесе. Ну или остров в Карибском море. Но настоящие ценители знают, на что тратить свои деньги. О, слушайте, несутся мои полтора миллиона. На этот уикенд я арендовала супер-кар класса супер-супер-люкс Мерседес-Бенц СЛР. Мать моя женщина! Полтора миллиона! И если здесь, в Камбодже, можно покататься на такой куколке, но это точно рай! По сегодняшнему курсу в Камбодже за 100 долларов вам дадут 100 долларов. Сейчас объясню. Местная валюта Камбоджи называется Риэль, но, как видите, в обменнике никого нет, потому что денежки никто не меняет, туристы приезжают с долларом, соответственно, им же и рассчитываются. Так проще. Из аэропорта мне нужно доехать в город Сиануквиль. Это главный морской курорт Камбоджи. Но есть проблемка. Общественного транспорта в Сиануквиле нет, как и автобусов из аэропорта. Но что-то все-таки есть. Камбоджийская автокарета. Регина, смотри за виду. Ручная сборка. Пик инженерной изобретательности. Сиденья держатся на скотче повышенной прочности. Крыша покрыта любимой скатертью жены. И самая важная, надежная противоугонная система. Ой, замочек. Отлично. Сложный замок, надо научиться. Ага, вот так. Класс. У меня засада. Не дорога, а какая-то бесконечная деревья. Разогнаться вообще нереально. Поверить не могу. Заплатила кучу денег, чтобы погонять на Макларене. А в итоге гоняю Маклареном в бурт. Коров. И велосипедистов. От аэропорта в город всего 17 километров. Сразу видно, что Сианупель не нищий. Все, наверное, из-за того, что люди здесь очень трудолюбивые. Все куда-то спешат, едут, что-то строят. Продают. В общем, разноцветный камбоджийский муравейник. А чисто как. Зацените. Не надо, не надо, не открывайте. Что же я не слезу. Вот. Я в центре Сиануквиля. В Сиануквиле достопримечательностей немного. Три. Поэтому я вам сейчас быстренько проведу экскурсию. Символ города Сиануквиль – золотой лев и львица. Этот шедевр выполнен чисто в азиатском стиле. Фигуры зверей огромные. Лев, естественно, доминирует над львицей. Монумент не имеет никакой ни исторической, ни духовной ценности. Поэтому пойдемте дальше. А хотя нет, сфотографируй меня, пожалуйста. Извините. Достопримечательность номер два. Сквер независимости. Ну, сквер себе и сквер. Идем дальше. Достопримечательность номер три. Буддистский храм Ват-Леу. Говорят, это место обладает особенной силой. Поэтому сюда часто приезжают целители, гуру, врачи и странствующие. Приезжают и начинают медитировать. Ну, а как тут не медитировать? Тишина. Никого нет. А знаете почему? Все туристы, которые сюда приезжают, идут по ступенькам. И вдруг видят красивый вид на город. А еще море. И быстренько-быстренько бегут, спешат на пляж купаться. А я сразу же поеду к своему отелю. Он на берегу Сиамского залива. А дальше? Понятно? За полтора миллиона по бездорожью машина не ездит. Спасибо. Всего десять минут пешком, и я добралась в отель Индепенденс. Это самый дорогой отель в Сиануквиле. Здесь, на седьмом этаже, с шикарным видом на море, любила отдыхать Жаклин Кеннеди. Но я переплюну жену американского президента. Я буду жить не просто в номере, а в самой шикарной вилле этого курорта. Ну что, удивляй меня, вилла. Итак, что мы имеем за 1200 долларов в сутки? Скромная гостиная. Обычная ванная. Кухня до спальня. Ну, нет ничего необычного. И не подумайте, что я зажралась ни в коем случае. Тут все достаточно простенько. Все спокойно. Ну, как бы... Ничем она, друзья, не удивила. Хотя... Подождите, подождите. Здесь бомбический вид. У меня есть свой личный бассейн, терраса и потрясающий вид на бескрайний Сиамский залив. Класс! Так как Сиануквиль – это единственный курорт во всей Камбодже, основные достопримечательности здесь – пляжик и море. Море и пляжик. Ближайший к центру пляж – Селиндипити. Ничем не примечательный, зато чистый и туристов, как ни странно, мало. Ни за вход, ни за лежаки платить не нужно. Просто покупай что-то в баре напротив и валяйся хоть до ночи. Тут же тебе сделают педикюр за 5 долларов или массажик за 8. И все здесь рядом. Лайся в самом центре рая, чтобы вы себе понимали. Вот там вот сзади меня целая улица ресторанов. Вот здесь пляжик, море, солнце. Вот там вот пирс. Кораблики каждые полчаса на острова там. Красота. И здесь же у меня отель. Красиво жить не запретишь. Даже за 100 баксов. Посмотрите, какой райский сад. Как будто я золотой карточкой. Ну это же офигенно. В Европе за 30 долларов я пожила в хостеле с кучей туристов на один квадратный метр. А здесь мой приватный номер в отеле на первой линии. Тут у нас гардеробная, пожалуйста. Холодильник. Даже сейф есть. Ну, я в этот сейф ничего ложить не буду. У меня с ума. И, кроме всего прочего, личная терраса. Гамачок. Чем вам не рай за 30 баксов? Что постят богачи во время отдыха? Крутые тачки, огромные виллы, ну и, конечно же, яхты. И хоть Сиануквиль вовсе не выглядит как лакшери-курорт, я нашла здесь яхту Катамаран. Доброе утро. За 1200 долларов. У меня транспорт как перчатки. Мне это нравится. В чем прелесть яхты Катамарана, так это в большой палубе. Ой, все. Хэштег «Я в раю». Мать моя женщина. 1200 долларов, чтобы полежать на яхте Катамарана. Ребята, смотрите внимательно. Вон там мой отель. Вот пирс Серендипеди. Реально в двух шагах от моего пляжа. И тадам! Катамаран. У меня вон, смотри, целый катамаранище, который отвезет меня в маленький круизик по самым красивым островам юго-западной Камбоджи. 23 доллара за все. Что такое все, я пока не знаю, но сейчас все будет. Смотрите, как моим сопутешественникам хорошо. Вы это видите? Еду раздают бесплатно! Ой, все такое вкусненькое, класс! И все включено в стоимость. И не успела я пойти за третьей добавкой, как началась шоу-программа. Круто! Ну вообще круто! Вот это я понимаю! Развлечений хоть завались! Весело, активно, солнышко светит, рыбки плавают. Да, это лучше, чем выиграть в лотерею. Хотя нет. Эй, меня подождите! Вы куда, ребята? Подождите меня! Что, опять есть? Богатый турист тоже может активно развлечься на своем частном катамаране. Ну, например, порыбачить. Как вы думаете, кого мы сегодня будем ловить? М? Рыбу? Нет, рыба это слишком просто для меня. Сегодня мы будем не рыбачить, а ежачить. Так, что там нужно для ежалки? Нам понадобятся ласты, маска, трубка и щипцей. Еще нужна вот такая плавучая коробка, чтобы складывать в нее добычу. А, и Дима! Он поможет мне ловить ежей. Я полезла ловить ежей не просто так. Икра этого колючего лакомства на самом деле мега полезна для здоровья. Ах! Но самое главное, морской еж моментально запускает в организме процессы омоложения. Дима, это очень тяжело. А ну-ка! Нужно ловить побольше, побольше этих молодильных ежей. Есть! Дима! У-у-у! Ах-ха-ха! Я поймала ежа! Давай еще! Давай! 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 О, блин! Кажется, я укололась. Класс! Просто иголки ежа нелегко доставать. Это вам не заноза. Его иголки очень хрупкие. И при любом прикосновении пинцета или попытке его вытащить, он просто ломается внутри. Крошится. Но ради вечной молодости можно и не на такие жертвы пойти. Ну что? Будем готовить ежа-омолодителя. Чтобы он вас не уколол, устройте ему центрифугу в закрытом бедре. Видите? Острых колючек нет. Затем разрежьте панцирь ножом. Ух! 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 Воняет! Как в туалете! Берем половинку и промываем в морской воде. Вычищаем и выбрасываем все, кроме оранжевых полосок. Это и есть икра ежа. Ее едят только сырой и только свежей. Вечно молодой! Я буду вечно молодой! Стой! Может быть, если я лаймом полью, будет вкуснее? Без лайма икра очень горькая и, я бы даже сказала, немного притерная. Вы знаете, она не очень приятная и не очень вкусная. Но для того, чтобы быть молодой, здоровой и красивой, я буду ее есть. Вот так. Нет ничего лучше, чем отдых после отдыха. Мы приплыли в живописную бухту Сарацин. Укромный пляж. Симпатичные бунгало. И так сонно. Кажется, что в воздух накапали валерьянки. А море не просто шумит, а нашептывает мантры. Я сегодня, как у бога за пазухой, нанырялась, накупалась, назагоралась, наелась. Теперь можно и поспать. А знаете, что дальше по плану? Пенная вечеринка! Уху! Кто скажет, что это не рай, пусть первым бросит меня пеной. Напоминаю, всего 23 доллара я отдала за все развлечения. Плюс еда и напитки. И мне было так весело, так весело, что я не заметила, как все уже разошлись. Фух! Вот это я дала жару! Вечером, когда богатый турист решит потрапезничать на берегу Сиамского залива, ему обязательно предложат эксклюзивное шоу во время ожидания заказа. Это уникальный и древний камбоджийский танец Апсара. Изначально Апсары это небесные нимфы. И вообще весь танец расшифрован из фигур, вырезанных на стенах древних сооружений. Каждое движение несет какой-то определенный смысл. Обратите внимание на руки. Такими движениями Апсары рассказывали разные истории. Хотя много кто считает, что эти движения были просто для соблазнения правителей. И что Апсары были обычными наложницами королей. Олешка. Я тебя сейчас соблазняю. Соблазняешься? Понятно. Вон туда смотри. Ну как по мне танец интересный. Но где же мой заказ-то? Вечером на набережных Сиануфеля спокойно и романтично. Свечи, гирлянды. И, кстати, вам по-прежнему могут сделать массаж и педикюр прямо на шезлонге и за столиком. Я собираюсь разбавить эту идиллию легким, кулинарным кошмаром. Если вы думаете, что в Азии едят всякую мерзость, то вы не ошибаетесь. Итак, представляю вам вечернее меню. Что же у нас сегодня на ужин? Лягушки, томленные в масле, сверчки, кузнечики, водяные клопы. Это у нас жуки-плавунцы. И на десерт как вишенка на торте тарантулы. Для вас это может быть и фу-фу-фу. Но для камбоджийцев это ням-ням-ням-ням. Отличная закуска под пивко. Когда-то во время войн и голода камбоджийцам приходилось есть насекомых, чтобы банально выжить. Но как позитивный народ они извлекли из мрачного прошлого только пользу. Жуёт. Вкусно? Гуд? Гуд? Эх, давайте мне клопа. Ай, короче. Жесть. Райская пища. Райский клоп. Почему райский? Потому что его посолили, поперчили. И не он меня кусает, а я его. давайте дальше. Ой, филе жука плавунца. Этого сразу? А можно... Съел. Съел плавунца и улыбается. Ммм, интересно. такой травянистый вкус. Что-то такое на конфетку похоже. На дюшес. Представляете? Ну и теперь черный, ядовитый деликатес таранту. Мать, какие здоровенные пауки. Вы видели? Боже, какая мёрзость. Это ужас. Я же так боюсь пауков. Даже мёртвых. Даже в кляре. Я их боюсь. Чучело. Как представлю, что ещё вчера он ползал вот этими своими волосатыми лапками, высматривал своими малюсенькими глазками. Кого бы прикончить? Фу, ужас. Не, ну перед смертью можно попробовать. Там уже помрёшь, не помрёшь, там уже всё равно помрёшь, там уже попробовать. А мне-то сейчас в 22 года. Куда такую гадость есть? Ну, в 23. Это ж какие паразиты ползают. Да этих паразитов только и в маслах горячее бросать. Чтобы они не ползали и не кусали людей. В общем, рассказываю, как есть тарантула. Его можно есть целиком. Всего. Полностью. Кроме вот этих двух клыков. Они ядовитые. А попочку вот эту ножки волосатые, спинку можно есть. Как фасоль с лимончиком. Уже не так страшно, когда оно уже пережёвано и всё. Теперь я могу сказать тарантула ела. Есть вода. Дайте воды или креветок. Можно креветок закусить. А вот и мой заказ. Голубой крабик в соусе из комфотского перца. Вот знаменитый голубой краб. У меня всё в порядке со зрением. он голубой. Сейчас всё объясню. Просто в процессе варки он становится ярко-оранжевым. Вкус очень плохо понятен. То ли это краб, то ли это курица. Просто курица очень нежная, знаете, такая тушёная. И вообще это похоже на какую-то рагу. Столько продуктов здесь в одном блюде, что вкус краба моментально исчезает. Самое вкусное, говорят, в этом блюде зелёный камбоджийский перец. Кампотский перец растёт только в Камбодже, в провинции Кампот. И его называют самым ароматным перцем в мире. Такой ядрёненький. Он достаточно мягко раскрывается. Такой чуть-чуть остро, чуть-чуть постепенно, чуть-чуть еще, еще потом горит. А потом приятное послевкусие. Я еще чуть-чуть закушу перец крабом. Прям вот чуть-чуть послевкусие перебить. Ну, еще чуточек. Еще вот прям кусочек и точно уже всё. Так он же не калорийный. Это же белок. Ох. Ой. я все. Да, это все-таки рай. Рай даже для человека, у которого сто долларов на кармане. Так, все, пора спать. Спокойной ночи. райской ночи. даже в раю надо вставать рано, чтобы весело и интересно провести время. Я проснулась еще до рассвета, чтобы на самолете добраться в провинцию Сиемпреап. Именно там я увижу собственными глазами древний, величественный, священный город Ангкор. Бюджетные туристы добираются до Ангкора на автобусах. А у богачей свой божественный трансфер. Когда пролетаешь над крошечными деревнями, чувствуешь себя первооткрывателем. Как будто никто еще до тебя не был на этих землях. Наверное, только здесь, на такой высоте на воздушном шаре можно увидеть это красное ядро с янтарными переливами, почувствовать дыхание неба, такие легкие-легкие потоки. Тут ты понимаешь, что ты действительно в раю. с высоты немного видно древнее сооружение Ангкора. Жаль, что нельзя на шаре попасть прямо на территорию храма. Придется спуститься с небес и подъехать к нему на автомобиле. Спасибо! 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 Начинать знакомство с самым большим древним городом мира лучше с его главного символа храма Ангкор-Ват. Четыре столетия он был затерян в джунглях и ждал свое второе рождение. Теперь это главный символ Камбоджи. и место силы миллионов людей на земле. Важный лайфхак. Если собираетесь в Ангкор, одевайтесь поскромнее. Плечи и ноги должны быть прикрыты. Я про ноги не знала, поэтому придется купить себе длинную юбку. Спасибо! Спасибо! Доброе утро и хорошего дна. Все анукели на второй день кроме валяния на пляже делать нечего. Поэтому я поеду в Бакор заброшенный город призрак. Да не, не думаю, что там страшно, я же днем еду. В Бакор можно добраться на автобусе за 15 долларов, но самый дешевый вариант с природным кондиционером это мотобайк. 6 долларов? А я дура на татуке платила вот так вот выбрасывала по 5 долларов в одну сторону. Удобно, что в залог можно оставить столько денег, сколько есть. Или это только я так договорилась? Воу! Едет! Ну, теперь погнали! Анкор-Ват это филиал рая на земле. В легендах сказано, что точно такой же дворец существовал на небесах. И как-то прекрасный принц был там в гостях у бога Индры. Правда, что-то пошло не так и ему пришлось вернуться на землю. Но бог Индра позволил ему воссоздать копию небесного пятиглавого дворца и пообещал приходить в гости. С того момента все верили, что Анкор-Ват место, где обитают боги. центральная башня Анкор-Вата считается раем на земле и сейчас мы туда попадем. Вот она дорога в рай. Что? В смысле? Закрыто? Город Анкор основан больше тысячи лет назад. Его строили почти шесть веков. Но самое впечатляющее в этом древнейшем комплексе это размах четыреста квадратных километров. Это почти в четыре раза больше территории современного Парижа. А количество храмов и прочих уникальных сооружений исчисляются сотнями. Пешком все главные точки за день не обойти. Поэтому моторик пришел мне в помощь. Вам не кажется, что все эти фигуры и заросли очень знакомы с детства? Именно здесь Киплинг вдохновился и придумал свою историю про Маугли. Такое ощущение, что попала в книгу джунглей. Я, когда читала книгу, все точно так же представляла. А вот и обезьянки народа Бандерлог. Это храм Тапру. Он, наверное, самый известный храм Анкора. Раньше сюда приходили поклонники Будды. Извините. Извините. А сейчас поклонники Анджелины Джоли. Для тех, кто не знает, именно здесь снимался фильм Лара Крофт «Расхитительница гробниц». Теперь это место шуточно называют храмом Лары Крофт. туристов в этой части Анкора очень много. Я бы сказала, как в час пик в метро. Но вы в любой момент можете сесть в моторикшу и отправиться в места, куда не ступала нога звезды, где царит только покой и умиротворение. Так жаль, что у меня совсем не осталось времени на это. Мне еще нужно спрятать бутылку и доехать в Сиануфель. Даже себе представить не могу, как они это строили. Сколько сил, сколько жизней осталось. Это настоит века. И люди сюда приходили и будут приходить. Меня мало когда впечатляют какие-то скульптуры, памятники, храмы, но тут я прям расчувствовалась. Тут так красиво, тут такая атмосфера, знаете. Такая чувствуется эмоциональная подпитка, не знаю, тут очень много энергии. Через два часа я приехала ко входу в национальный парк Бокор. Именно на его огромной территории находится заброшенный город. За вход придется выложить пять долларов. Парк Бокор был когда-то огромными джунглями. Туристов сюда заманивают рассказами об исчисленном количестве диких зверей. Нет, 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 они здесь действительно живут. только только вон там за тысячи километров, куда те же туристы не могут пройти из-за отсутствия дорог и тропинок. Я считаю, повезло зверям, а то бы их затискали. Но я приехала сюда, чтобы рассмотреть вот эти здания. Это Бокор Хилл Стейшн. Остатки былой французской роскоши. Дело в том, что в девятнадцатом веке Камбоджа была колонией Франции и на месте современного парка здесь был курорт для аристократов. Французы здесь жили весело и беспечно. Вон даже казино построили. богатые месье и мадам любили попивать здесь розе с видом на джунгли и море. Но как видите тусили они здесь недолго. Ой какой огромный зал. Камин. Представляете когда-то наверное в этом зале вот здесь стояли игровые столы. Французы такие сидели в красивой одежде курили сигары а девочки бегали и подносили им шампанское такая атмосфера все было красиво не то что сейчас ободранное может быть даже музыка какая-то такая выигрывали проигрывали а когда проигрывались полностью ушли и сбрасывались с тобой утес да правда на самом деле это место смерти не проигравших аристократов а камбоджийцев которые годами строили курорты для богачей и если они в чем-то провинились то ну вы поняли гляньте какие джунгли везде это сколько там трупов боже как здесь высоко да это же обрыв просто нереально высокий это место пережило очень много исторических событий все закончилось режимом красных кхмеров которые обстреливали даже святые места вот в церкви пулями пронизаны все стены и статуи боже как это жутко смотрится так жалко как же так как же рука поднялась вот это сделать вот к чему приводит война говорят что здесь до сих пор бродят души умерших людей местные верят что здесь обитают злые духи поэтому ночевать здесь не рекомендуют вон видите табличку но думаю приезжать сюда днем все-таки стоит во-первых парк очень красивый во-вторых парк действительно очень красивый знаете на что можно потратить в Камбодже 100 долларов можно купить на это не хватит может нет никто не хватит а еще нет рядом спросите в общем у леса орел и решка прячет для вас заветное 100 баксов возле вверх вверх есть маленький городок Сиамри идите на улицу Шарль-де-Голь к парку Роял-Гарденс ищите круговую развязку со статуей в центре и шагайте по левой стороне дороги в сторону отеля Палас-де-Анкор кроне первого фигурного дерева и спрятана наша бутылка вставайте с дивана бегом на поиски Камбоджа это станция переливания радости в кровь это место силы для тех кто ищет новые эмоции здесь даже за минимальные деньги можно получить максимум удовольствия нанырялась накупалась назагоралась наелась богачам конечно разогнаться тут негде но если на этом не зацикливаться можно сделать очень много открытий я даже себе представить не могу как они это строили люди сюда приходили и будут приходить это ж сколько там трупов вот она дорога в рай куда такую гадость есть знаменитый голубой краб хоть клопов чистить научусь круто вообще круто и ай вот она моя лягушонка в крапченке приехала стоп спасибо эй секундочку как провела извините как видишь подъехала на карете все прекрасно у меня отдых удался я тебе хочу сказать что даже со 100 долларами здесь выходные можно провести как у бога за пазухой не рай а райчище ну как ты как дела ты не понимаешь для владельца с безлимитной карты здесь вообще такой рай да тут все мои желания сбылись да ладно прям все просто ты загадываешь сбывается серьезно а ну загадай а ну загадай сейчас давай загадай и закрой глаза окей давай загадала загадала да одно загадала да хорошо есть такое если оно случится вообще будет круто в начале все так орут понимаете в начале все орут а потом заказывают привези привези маме привези брату в аэропорт чего так орать я в аэропорт делала полкилограмма ну а что это курица или рыба курица или рыба постоянно уже это еда друзья мои всем пока ой блин после этого поцеловала руку спасибо